Кикино. Спокойное, тихое, а самое главное – священное место. Так говорят сегодня местные жители. Название села происходит от фамилии первых его владельцев бояр Кикиных. Первое упоминание в платежных книгах было еще в 1594 году, когда-то здесь был большой величественный храм со своим церковным приходом в 2000 человек. Но не сегодня. От былого величия осталось только трапезное. Местный краевед Сергей Панфоров часто, проезжая мимо, хотел заняться восстановлением памятного места. Время пришло. Первоначально церковь здесь каменную строил Михаил Николаевич Семенов, полковник лейбогвардии Измайловского полка, родной дядя и крестный отец Петра Петровича Семенова-Тяньшанского, известного путешественника. Вот эта часть была уже построена после его смерти. А вообще эта земля знаменита многими выдающимися людьми, представителями рода Семеновых-Тяньшанских и представителями бояр Кикиных. Каждый сезон Сергею Панфорову помогают волонтеры и активисты. Они очищают и благоустраивают территорию. Место под музей почти готово. Нам удалось за пять лет расчистить немножко территорию вокруг храма. Она, конечно, зарастала здесь и крапивой, и бурьяном, и травой. Мы частично расчистили парк, школа. Здесь находилась церковно-приходская школа при храме. Она действовала до 65-го года в качестве четырехклассной сельской школы. Мы нашли учеников и даже одного учителя в этой школе, который преподавал. Нашли фундамент этой школы. И вокруг расчистили территорию, которая заросла американским кленом, так называемым. А еще активисты установили несколько информационных счетов об истории села и школы. На школьном стенде даже сделали информационный макет здания. Повесили мемориальные доски и установили памятник в честь священномученика Михаила Чельцова, расстрелянного большевиками в период репрессий. А еще был найден памятник его родной сестры, который тоже установили рядом с храмом. После того, как музей окончательно обустроят, паломники со всей страны смогут приехать на священное место. По крайней мере, местные жители очень на это рассчитывают. Герман Гущин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».